Море и их второй дом. 2 апреля отмечается День образования военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан. Ежегодно с этого дня 1993 года в соответствии с указом президента Республики Казахстан личный состав отмечает знаменательное событие. Для военных моряков этот день символизирует рождение самостоятельного формирования Вооруженных сил страны. Заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Республики Казахстан говорит, С момента образования изменилось многое. На вооружении Казахстанского флота появились новые ракетно-артиллерийские корабли отечественного производства, оборудованные по последнему слову техники. Увеличилось количество военнослужащих ВМС, повысилось качество их обучения и боевой подготовки. Сейчас под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Бигжанова Стакина Мансуруча Военно-морские силы занимают передовые позиции в Вооруженных силах Республики Казахстан. Не раз были отмечены словами благодарность от Верховного главнокомандующего президента. Мы имеем очень много наград от министра обороны за высокие показатели в боевой политической подготовке. Сейчас ребята в основном приходят очень патриотичные ребята. Это естественно, опять же не сравнить тех ребят, которые были лет 20-25 назад. Они наиболее подготовленные, грамотные и у них степень патриотизма очень высок. Это самое главное. Сейчас военные моряки учатся в Российской Федерации, Турции, Германии, Китае, Южной Корее. Один из военнослужащих Талат Сесенов самым первым днем своей морской службы считает день, когда поступил в Военно-морскую академию Турецкой Республики. Спустя несколько лет, проведенных в море, сейчас мужчина служит в рядах гидрографической службы. В ведомстве отмечается безопасность судоходства и защиту интересов государства на море. Работа Талата Сесенова связана с проведением гидрографических исследований, ботиметрией, а также навигационной безопасностью и поддержкой военных операций. Военный моряк-гидрограф – это специалист, работающий в области гидрографии, которая занимается изучением и картографированием морских и водных пространств. Наша задача включает все измерения глубины моря, изучение приливов и отливов, обнаружение подводных препятствий и многого другого. Это все играет очень важную и ключевую роль в обеспечении безопасности мореплавания и выполнении военных задач. Как отмечает Жумабек Хасенов, заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Республики Казахстан, патриотическое восприятие среди молодых солдат улучшается. С большим энтузиазмом выполняет свой гражданский долг. Кирилл Щегольков – военно-морские силы, уникальное войсковое формирование по сравнению с другими, считает юноша. «Скорее самое такое, что я приобрел, что будет самое полезное в жизни – это стойкости и не сдаваться при незначительных, скажем так, трясках по жизни. Также в выносливости. У нас есть свой уникальный день, день основания, когда мы все можем собираться и праздновать его. Выходили в море не один раз. Планировал поступить в Алматинский институт сухопутных войск. Там, ну, дальше уже на месте определюсь в профессии, какой именно. Вообще, планировал на замполита. Поздравляю всех с праздника военно-морских сил. Пускай в жизни все дороги будут открыты, и вам будут не страшны никакие неудачи, проблемы в жизни». «Моряк» говорит, что они обрели множество полезных навыков, которые пригодятся в жизни. Благодаря службе в армии молодые люди находят друзей со всего Казахстана.